Так, ребята, вы меня слышите? Все хорошо? Все, супер. Sorry за задержки, за такие. Давайте двигаться дальше в оперативном темпе. Вот. Все правила услышали, да? Мы вроде бы повторять, я думаю, не нужно. Я очень коротко напомню все, что мы обсуждали. Не материмся, бога не упоминаем, не оскорбляем, аукцион не используем, чат, консилерий, телефон не используем, место игровое не покидаем, не жестикулируем на речь первоубиенного, используем стример-мод роли, не палим до конца. При двух несострелах информируем ведущего, куда стреляли на случай, если вы маф, вот, чтобы у нас не произошли из-за технических проблем несострелы. Все, стартую первую игру. Всем приятной, хорошей игры. Вот. Давайте победу сильнейшей команде. Это еще раздача карт. Только все, ребят, я вас оффаю. Так, чатик, мне очень жаль, что такие технические проблемы сегодня у нас происходят. Я не знаю, что происходит. Из-за того, что я трогаю окно, у меня вешается OBS каждый раз. Я ничего не могу с этим делать. Из-за этого я надеюсь, что все сейчас будет работать нормально. Вот. Я сейчас постараюсь захватить вебку нормально. Вот. Потому что все работает очень так. Мы сейчас все настроим. Вы не забывайте, что нулевка у нас есть. Все, вот так вот сейчас мы сделаем. Все сломалось. Приношу свои извинения всем, кто очень сильно ждал. И надеюсь, что вам это сильно просмотрано сегодняшний не испортит. Ребята, давайте все сейчас будем собираться уже смотреть. Так. Сейчас добавим какая-то игра. Сейчас сделаем мельче его. Все. Понеслась. В чате пошли ребята свои награды забирать. Ребята, давайте, давайте, давайте. Налетайте. Я просто по месяцу запереживала. Там марафон за 350 баллов канала. А ты все обновила? Со всех 30%. Со всех, ребята, 30%. Так что можете пользоваться сегодня. Кота на вебку показывают за 7 тысяч. Значок за 14 тысяч. Паки наклеек. Ребята, черная пятница на стриме. Так что активно пользуйтесь. Вот. Красиво, красиво. Все, ребята, концентрируемся на игре. Слушаем, смотрим. Здравствуйте. Надеюсь, меня хорошо слышно. Надеюсь, у нас технически никак не будут беспокоить сайт. Смотрите, я речь готовил 47 минут. Потому что я ее заготовил, когда еще в первый раз объясняли правила. Я понял, что для меня это очень много чести. Смотрите, ради меня было создано два правила. Не переодеваться и не надевать шляпы, не снимать шляпы. Я счел это достаточно забавным и смешным. Там просили не материться. Это было создано для другого человека. Этого правила я постараюсь передерживаться. И больше не переодеваюсь. Для кого было создано правило не материться? Там было специальное правило. Для одного человека. Прямо ему несколько раз объясняли. А потом с Турика, по-моему, сняли. Было такое дело, короче. Не знаю, о чем поговорить. Нужно дать позитивный настрой. Давайте. Первая игра. У нас впереди еще шесть игр. Мы немножко затянули. Но самое главное, чтобы мы сыграли и получили позитивные эмоции. Все было хорошо. Всем все понравилось. И главное, никто не поругался. А то я вчера тренировался. У меня какой-то осадочек остался после парочки игр. РФ после Каспера. Игрыша. Переходишь из игры в реальную жизнь. На личности. Вот я такое очень сильнее люблю. Выставил первый. Я думаю, надо переслушать. Приветствую всех игроков. Привет стримерам. Привет чатику. Всем желаю интересных, хороших игр. Прежде чем перейду к речи первого игрока. Такую небольшую кулфтори расскажу. Я играл... Ну, вот сейчас третья квалификация моя, которую я прошел. Для этого была вторая квалификация. Я достал в шести играх шесть красных карт. Занял там седьмое место или там какое, восьмое, неважно. Вот. В третьей квалификации я пожелал себе на первой игре достать также шесть красных карт, все выиграть и пройти, типа, такое достижение будет. Вот. Так случилось. Привет, респект, господин Эхо, который мне в этом помог. Разрастал шесть красных карт, мы все выиграли. Вот. Поэтому хочу пожелать себе, помимо этой игры в оставшихся пяти играх, также не доставать себе черную карту и все их выиграть. Вот. По поводу первой игрока. Мне кажется, ВЛС свой красный цвет может ярче давать. Поэтому пока с ним не заиграю. Послушаем его на профиле. Мне кажется, он поговорил так сумбурно немного и скованно. Вот. Поэтому пока с первым не заиграю, но не сильно против него. Спасибо. На самом деле, хорошая реча у Каспера. Так. Добрый день. Рад всех приветствовать. Один важный вопрос. Вы меня нормально слышите все, да? А то в последний раз, когда я играл, говорили, что плохо слышно, микрофон поближе поставил. Ребят, пока случилось утро, мне жена принесла такую футболку прикольную, но она не разрешает вам продемонстрируть ее, потому что она говорит, что это слишком постыдное зрелище. Вот я даже не знаю, как с этим быть. Попробую в перерыве между первой и второй игрой одеть ее. Надеть, одеть. Не важно. Не принципиально. Так. Я играю 2-3. Согласен со вторым, что первый достаточно неплохо может продемонстрировать свой красный цвет, когда он красный. Подозреваю, 9. Поэтому пока я играю 3 против 9. И послушаем первого игрока. Женька, пока не будет демонстрировать свой цвет так же открыто, как это делают зачастую первый игрок, мы его красным называть не будем. Ну и плюс он кубки продемонстрировал, а мы простые люди. Нам завидно. Нету их. Спасибо. Да. Данил, ты что, крэйзи? Знаю, кстати. Спасибо большое за рейд. Я не согласен с игроками 2-3. Для меня, например, первый весьма красным показался. Непонятно, у кого правда. Красный, короче говоря. Поэтому мне непонятно, почему 2-3 пытаются туда копать. Для меня из 1-2-3 вот именно красный 1. Причем, кто подозрительнее в 2-3, ну, наверное, 3 более подозрительные за то, что усиливает именно атаку в 1. Так что, если по акцентам, то самый красный 1, потом 2, потом 3. Не обязательно, что там прям в 2-3 есть игрок черный на 0. Еще нужно, понятное дело. Я вообще стараюсь, кстати, когда я не нахожу. Бывает такое, что я вот кого-то жестко считаю черным, тогда я говорю. Сейчас я жестко черным кого-то в 2-3 не считаю, но считаю красным первого. Может быть вполне такое, что тройка после меня, но если нет, то тогда черный игрок в 2-3, а не первый. Первый, мне кажется, когда черный, у него речи более волнительные, что ли. Я даже не могу объяснить, просто посчитал его красным на данный момент. Я мало играла с игроками 1, 2, 3. С первым вообще не играла ни разу в жизни, но мне показалось, что речь первого была хорошая, и пока что я хочу с ним играть, поэтому мне, в принципе, близко то, что говорит четвертый. Но есть такая вариация, что четвертый вообще мог быть первым поговорившим черным, и тогда 1, 2, 3 могут быть с серыми красными игроками. Мне кажется, в принципе, 1, 2, 3, 4 много красных. Если по акцентам, то краснее для меня самый красный первый, пожалуй, мне понравилась его речь, и все было норм. То есть, естественно, ждем цветов, и тогда уже можно будет прям уверенно с ним играть. Потом, наверное, все-таки 2 для меня краснее, чем 4, просто по речи. Ну, понятно, что позиционно там второй боялся с ним играть и так далее. Вот, но четвертый взял первого, и это мне тоже близко, и, в принципе, не сильно начал бомбить 2, 3. Вот, цвет третьего игрока я как бы обхожу, как уже можно было догадаться, пусть другие скажут, я послушаю, подумаю. Пока что для меня просто много красных, это концептуальная такая позиция. Седьмой игрок, микрофон на стриме. Так, третий, и четвертый у вас, да, господин Лоско? Ну, я хотела до того, как вы это показали, сыграть игроками 1, 2, 3, потому что, откровенно, мне не понравились 4, 5 сильно обе речи. Вот, вы не слышите меня, да, у меня реально какие-то проблемы. Игрок номер 8, вы мне показываете, нет, слышите? Хорошо. Вот, мне не понравились речи игроков 4, 5. Мне кажется, что пятая, ну, смотрите, вот если у вас в голове уже появился аргумент, что четвертый может быть первым поговорившим черным, вы потом будете говорить, что вы должны брать четвертого, потому что вам тоже понравился первый. Мне кажется, это не в сочетающиеся друг с другом вещи, поэтому четвертый подозрительный за размытую позицию, пятый подозрительный за то, как построила речь по четвертому игроку. Чертым черным игроком сейчас не получится, если я подозреваю игроков 4, 5. Мне кажется, не черный 2, и в принципе нет, кроме того, что показывает 9, претензий каких-то к игроку номер 3, который сыграл с игроком номер 3. Да, Женька, это Жан Рофлет, это такое. Доброе утро, город. Миша, спасибо, я что-то тупо затупила. Смотрите, я думаю, что 4 красные вообще вне зависимости от света игрока номер 1, 2 и 3 минимально протаковали 1, при том, что они наводили такие аргументы, что первый красный умеет говорить контрастные речи, и Габлак реально черным решил вступиться за Илюшу. Ну, как бы, а что бы не вступиться за Илюшу, а черному Габлаку. Я не подумала, что 4 черные вне зависимости от света 1. При этом я также сыграю с игроком номер 1, но 4 для меня краснее, чем 1. Я не думаю, что он первым черным бы вступался за 1, что он черный с 1 и так далее. Среди 2-3 мне больше не понравилось. Один-семь вместе мафы, что ли? Я не знаю, почему все заиграют игрока номер 2. Он рассказывал историю свою с квалы 40 секунд, а потом вкинул немного про 1. Мне кажется, что на красной карте он бы больше уделил время разбора речи игрока номер 1, нежели своей истории. Я заподозревала 2, плюс он сидит, что-то всем подмигивает, улыбается. Мне 2 игрок не красный. Моя позиция 1-4, в 5-6 есть минимум один игрок красный. То есть просто есть один игрок красный, просто есть один игрок красный. Я подозреваю 2. Доброе утро. Смотрите, у меня все строится, если брать от игроков речи 1-2. Один поговорил для меня просто по серому, но он там сказал, что у меня заготовил какую-то речь, просто поговорил и поговорил. У второго мне прикольно понравилось, ну вот этот мотив, типа он говорит, мне пофиг, я хочу рассказать просто свою речь, типа вот я ее расскажу и все, потом разберу. И он рассказал, типа единственное, что у меня там резонуло, это то, что он сказал, типа я хочу быть только красный, победы только красный. Ну, то есть, чисто вот этот момент я не понял, типа, а удачи мне, как-то он так сказал. Ну, это единственное, что резонуло, и поэтому мне понравилось, типа, то, что треть адекватно, типа, сказал, ну, по-первых, типа, въехал на него и поддержал второго, и шестая правильно разобрала, типа, акценты по 4-5. Почему 4 может быть черным, типа, ну, именно подозрительно, потому что, если он, допустим, там, первый черный 1-2-3, там, игроки красные, допустим, то он тогда может, там, допустим, оставить себе зазор игры 2-3, типа, если там оба игроки красные, вот. И шестая правильно подметила, типа, по 4-5, поэтому, ну, у меня, типа, адекватная позиция 2-3-6. То есть, ну, пока, типа, так строится, больше сказать нечего, где-то так адекватно. Ой, сейчас восьмого будут жестко топить. Ну, это не совсем адекватно, учитывая, что моя позиция будет 1-4-7, то есть, ваша позиция 2-3-6, мне немного, ну, могу позиционно с вами сыграть игрок номер 8, если хотите. Разошлись всего лишь в шести игроках. Вот. Так, мне понравился игрок номер один, то, как он поговорил, то, как он открыл, это было так душа, он сказал, 47 минут заготавливал речь, ждал и так далее. И плюс, ко всему прочему, вы же все говорите, он показывает свой красный цвет, если он черный, это абсолютно безопасно, не страшно с ним сыграть. Следующий круг, он покажет нам свой цвет, мы помним, что он черный, скажем, мы ошибались, ничего страшного, я игрок номер один, буду первым, кто скажет, что вы черный, если вы плохо, поговорите потом в дальнейшем. Будьте к этому готовы. Поэтому четвертый, который уделяет игрока номер один, и аргумент седьмого игрока мне нравится. Мне вообще, мне вначале не очень понравилась подача игрока номер все, но все аргументы, которые она сказала, были прекрасны, потому что речь игрока номер два мне вначале показалась хорошей, а потом, когда она сказала, я подумал, да в натуре, мне кажется, за этим столом, пробившись с квалификацией, он бы постарался бы за красную карту не окрасниться перед нами, а попытаться дать расклад, чтобы зарекомендовать себя как хорошего красного игрока. Поэтому аргумент седьмого игрока по игроку номер два хороший, поэтому я играю с игроками один, четыре, семь, между пять, шесть и черный, позиция третьего мне во всем не нравится. Один, два, хочешь пилиться? Все, хорошо, без проблем. Значит, смотрите, у меня ситуация такая, ну, с два по шесть в один, с два по шесть в один, все остальные в два. Короче, во-первых, я не знаю, мне есть смысл говорить? Третий игрок, обновитесь, пожалуйста, третий игрок на месте, отпускаю паузу через три, два, один. Мне на самом деле вот не понравилась речь первого игрока, особенно то, что он сам себя выставил, а обычно это говорит о том, что, ну, как бы, игрок не красный, почему об этом никто не говорит, мне, ну, на самом деле странно, вот, не услышать. Я думаю, что, может быть, двойка черных один, семь, где седьмая вытягивает четвертого за то, что четвертый первый сказал, что первый красный. Ну, а почему нет? А почему нет? Может быть, двойка один, семь. Из-за этого может быть красным четыре, хотя я его подозревал за цвет один красный. Два мне показалось нервничать на своей речи. Я бы сыграл три, шесть, восемь. Вот, мне кажется, эти игроки красные. Вот. Я думаю, так. Уже цвета полетели. Ребят, нулевочку заполняем. Так, где черные? Где черные? Третий сказал... Просто факер так прообращался, типа, что, а есть мне смысл говорить, пока РФ не тут? То есть он прообращался скорее как к красному РФу. Пятая показывает, десятый уже черный она показала. У восьмого позиция... Нас с Маши опять на черных нашли. Мы сдаемся, в принципе. Это все шутки, которые я заготовил за прошедший круг. Сыграю, наверное, один, четыре, шесть, семь. Девять вроде бы неплохо поговорил, но это какой-то большой паровоз. Мне немножко некомфортно. Поэтому если на девятого потом откажусь, она, кажется, черным признается как бы. Вот. А теперь, смотрите, я аргументы по второму седьмой не очень понял, но знаете, что мне не понравилось? Вот я в его речи запомнил. Постоянно цепляю какой-то факт и держу его за столом. Он сказал, хочу пять красных, как и эту. Мне вот это вот, как и эту, показалось очень наигр. Шестой игрок, обновитесь, пожалуйста. Замечательно. Отпускаю паузу через три, два, один. Так, я думаю, много красных, три, четыре, шесть. Вот. Я думаю, восемь, девять, десять. Много черных игроков. Пока что мне получается вот так. Вот, первая речь. Ну, на самом деле, была... Ну, это десятый игрок. Вы говорите, что... Согласен, что первый поговорил не очень и что он сам себя выставил, при этом вы говорите, что второй подозрительный. Плюс вы сыграли в команде три, шесть, восемь, без меня. Три, шесть, восемь. Все сказали, что второй красный. Поэтому десятый подозрительный. Девятый сыграл противоположную команду с восьмым игроком. Поэтому там между ними черный игрок должен быть точным. Кстати, второй неплохо поговорил сейчас. Ну, попили, мне кажется. По шестому никто ничего не говорит в отстреле. Да нет. Шестая, я думаю, красная. Просто, скорее всего, в этой игре. Мы, кстати, посмотрим, как сегодня баллы будут начисляться. Ого. Ручка так ручка сразу пошла от лоску. Так, ребята, что в нулевку думаете записывать? Мне кажется, десятый, не красный. Я бы типа 4, 5, 10 на двойку бы запилил. Давайте я 4, 5, 0 запилю. Это мой прогноз. Один. Ну, вы знаете, как я прогнозирую. При этом один, два, три, шесть, семь, восемь, девять. Блин, не получается так. Не, ладно. Я лучше 8, 5, 0 запилю. А четвертый, четвертого запишу как красного. Все, вот так. Ну да, 8, 5, 0 это то, что, кстати, кто-то ей предлагал в чате. Блин, я не плей написал. Надо плей написать. Сам рассказываю людям, как играть в нулевку. И неправильно пропишу. О, десятый. Опа. Интересно, очень, очень интересно. Десятого отстреливают. Так. Интересно. Даже не знаю. Блин, я не был готов к тому, что меня убьют просто в первую ночь. И не знаю, кого меня оставлять. РФ меня что-то на проверку просил. Пятая демонстративно показывала, что я черный. Значит, вряд ли бы она в меня стреляла. Да не знаю, вот так как-то оставлю. Короче, я шериф, седьмая проверенная красная. Все, живите с этой информацией. Ну, у меня были подозрения, поэтому я сделал так. О, седьмая проверенная красная. Не знаю, я третий игрока пока не подозреваю. У меня ничего не поменялось. В апреле я сказал 3-4-6, было много красных игроков. Вот, я пока выстрелил девятый игрока, который сказал, что вторая очень хорошая. Потом седьмая сказал. А действительно... Динамику сейчас дал случайно. Третьего игрока не подозреваю. Так у всех зависло, да? Вот, аргументы шестой по пятой мне понравились. Вот четвертый, как я поговорил, не то, что он говорил, а как он поговорил, он показал больше по красному. Поэтому, я думаю, один, девять, восемь, там где-то надо голосовать пока что. Я не понял, Маш, что показала пятая? Что она думает, что шестой не черный, да? А кто черный? Три-девять не вместе, седьмая думает, что красный один, четыре. Восьмой не должен быть черный, потому что он сыграл два, три, шесть. Что черный у нее понять не могу. Чушь какая-то собачья. Так, выставляю шесть. Смотри, я прямо процентов на девяносто уверен, что черный девять. А теперь нужно подумать над отстрелом десять. Но вряд ли это динамика, да? Он был черный для половины стола на прошлый круг. Вот. И его могли поставить в статику мои мысли. Либо там я так из прошлого опыта могу предположить либо четыре, либо кто-то между один-два, думая, что там, допустим, если красный четыре-десять, они там типа друг друга найдут. Потому что я в прошлый раз, когда играл, четвертый неплохо понимал цвет десятого. Поэтому надо сейчас послушать четыре. Если красный четыре, то точно есть черный в один-два. Вот. Поэтому я бы на то время разделил девять. Если пятый сейчас скажет, что красный шесть-пять, то я подозреваю шесть. И кого-то между, наверное, один-два. Наверное, даже два. Подождите. Так я его красным не считал. Он красным и не был, если что. Три-девять пилится, походу, ребят. На девяносто процентов черный девять, на черный два. Это можно сказать? Ну ладно, я выставлю. Я ж не буду играть в это. В три-девять же должен быть игрок черный на данный момент. Правильно? Правильно. Потому что, если вы так уверены друг в друге, то хорошо. Для меня ничего не поменялось особо. Я думаю, первый красный. Я не понимаю, почему атакуют первого игрока на данный момент. В пять-шесть есть игрок черный, кстати. Так что, если какой-то альтернативный попил, то можно туда отправить игроков пять-шесть. Шестая сказала, что в четыре-пять есть игрок черный, я красный. Шестая лагает, кстати, реально почти всю игру. Поэтому сложно что-то говорить. Я бы, может, последил, какие она цвета показывает или что-то того, но ничего не происходит. Ну и восьмой не красный, на самом деле, за свою команду, я думаю. Потому что команда восьмого довольно слабая. Маша, смотри, я красный, и я не сильно заподозревала шесть. То есть я поняла, почему она меня выкинула, потому что действительно не должна была брать четыре. Но у меня не было уверенности по цветам. Мне кажется, четыре погорел максимально плохо. И мне кажется, четыре – это тот игрок, который может показать десятый черный и потом убить его. Ну, я, например, не тот игрок. Надо надеяться, что это кто-то знает за столом. Мне не нравится три, потому что у него была очень легкая позиция. То, что он показал, это было восемь-девять, один черный, пять-шесть, один черный, и один черный еще где-то. Я ожидала каких-то более интересных цветов и каких-то более ярких действий от третьего игрока. Поэтому мне кажется, нужно выпилить три, четыре, девять. Ну, я думаю, что он прям нормальный попил. Первый игрок нормально поговорил, там цвета у него хорошие были плюс-минус, но при этом он показывал вроде как, что считает меня красной, и моей цифры в речи не было. Вы показывали, что четырех раз. Ну, хорошо, игрок, наверное, один. Ну, три, четыре, пять, девять – какой-то такой пипил, как должен быть. Ну, надо послушать шесть. Если я прям убежу, что она красная, я прям буду показывать, что она красная, и все вопросы по шесть. Так, шестой игрок, обновитесь. И, видимо, у вас звук идет с задержкой. Сейчас я... Вы меня слышите, шестой игрок? Данил, ты что, крэйзи? Спасибо большое за рейд. Компании 13 человек. Так, госпожа Адлер, вы меня слышите? Девятый игрок, мы вас ждем сейчас. Сейчас мы дожидаемся девятого игрока. Так. Так, отпускаю паузу через три, два, один. Да, Маш, послушай внимательно. Смотри, мне кажется, что максимальная концентрация игроков черных в игроках три, четыре, восемь, девять. Мне кажется, это прям вот уверенная позиция. Один-два назвали тебя игроком красным, при этом тебя не бахнули. Третий кокетничает. Что значит три-девять не вместе? Что вообще происходит? У него был игрок, который показал на стол, что девятый черный. Это на 90% девятый черный. Мне уже не нравилось все, что тебе показывает игрок номер три. Он тебе показал пять-шесть один черный, девять-десять один черный. Это цвета неопределенная. Это же господинная... Скажи, что он точно красный, делай, что хочешь, но мне кажется, что надо пилить игроков три, четыре, восемь, девять в любой комбинации. Если ты там хочешь кого-то закрешевать, пили трех других. Там много черных, но у меня реально так кажется. Все. Так, Илюша пожертвует своей речью частично. Я покажу, какое будет деление. Выставить два. Вот. Я послушаю речь девять. Смотрите, игрок номер пять. Вы на речи три, по-моему, показали, что вам нравится подъем два-восемь и кто-то еще. А на речи сказала три-четыре-девять. Да, ты показала два-восемь, когда третий начал тебя трогать, говорит, ты что, а кто черный, типа бла-бла-бла, и ты показала два-восемь. Смотрите, три, шесть, девять – это сладкие булочки, там даже нет двойки, ни в какой. То есть я не вижу ни шесть, девять, ни три, шесть, три, девять – очевидно, не черные. Поэтому моя версия игры, что я бы их просто оставила и слушала и выбирала потом по аргументам, потому что их сейчас просто поднять, кто-то сломает в них, например, я подниму их и еще одного черного. У них кто-то сломает, будет ничего непонятно. Мне подозрительный игрок номер восемь, он как будто вообще не слушал все аргументы, которые я говорила по два и по четыре, просто взял, сыграл два-три-шесть. Плохо. Я покажу на речи один, кого делить, нужно послушать еще девять. Мне не хочется. Смотрите, мне реально сейчас сложно, типа, смотрите, господин Каблак, мне проще переобуться, четыре-семь красные точно, ну, у меня. Я смотрю, если брать топорно, то получается у нас типа три-девять, один черный, один-два-дин-черный, пять-шесть, один-черный, вот и все, это простая версия игры. Вы не думаете, смотрите, ну, я, смотрите, ну, тогда получается у нас тройка черных между три-пять, шесть-девять. Только... А еще восемь черных, как-то не сходится, четыре черных. Ну, вот, я же говорю, не сходится. Поэтому есть какой-то типа замазанный, мне кажется, между один-два, вот и все. Я бы, типа, ну, смотрите, ну, вот, ну, получается так, типа, с моей позиции, типа, я бы поднимал, типа, точно где-то пять-шесть сейчас, и, типа, между еще... Ну, это моя, типа, позиция, или один-два сразу вместе поднимать, не знаю. Ну, как-то так. Ну, сори, реально за рагменты, просто в этой игре прям очень все плохо, и я как-то топор на все строю, потому что я просто не разобрался в этой игре, поэтому зря. Ну, да все. Я, если что, смотрите, я, если что, готов встать, типа, это не проблема, типа, прочего, ну, типа, я не понимаю. Так, господа, официально три самых плохих речи этого круга, это игроки номер 2, 3 и 8. Выставляю 2, это обязательно выставление. Так, смотрите, я на прошлый круг сказал, что у седьмой была великолепная речь, лучшая речь из тех, что можно сказать. Она сыграла с игроками номер 1 и 4. И получается, если я черный, обязательно должен быть черный в игроках 1 и 4. Игрок номер 3 выставляет 6, говорит, на 90% черный 9, если красный 4, то черный 2. Я на прошлый круг поставил руку за подъем игроков номер 1 и 2, 2 выставил меня на этот круг. Игрок номер 3 предполагает черную команду, 2, 6, 9. Продано, третий мот найден. Игрок номер 2 первый сыграл против игрока номер 2, игрок номер 2 на прошлый круг не сыграл против игрока номер 1 сказал 8, 9, 10, много черных. Сейчас, когда убили игрока номер 10, уже сыграл против игрока номер 1, когда я поставил руку за подъем игроков 1 и 2. Маша, каждый из них пытается сыграть меня, каждый. А я сыграл в твоей позиции, сказал, что красный. Давай собери яйца в руки, которых у тебя нет, но может быть появится после этой моей речи. Скажи, что я красный, что я до конца игры красный и сижу. Попробую хоть раз, блин, это сделать, когда я красный. 2, 3, 8. Там зона риска, туда на выход. Очень. Раз, два, три. Так, Маша, подожди, сначала я скажу, я думаю, 4, 6, 7 пока что красный, 9 может быть тоже красный, а 2, 3, 5, 8 я подозреваю. Давай, теперь ты пилишь. 1, 2, 8 голосуют в 4. 1, 2, 8 голосуют в 4. Выставить 1 для начала. А я не выставляюсь. Я могу. Ну, так, 3, 3, 4, 5 голосуют в 8. 6, 7, 9 голосуют в 2. 1, 2, 3 голосуют в 4. А, 2, 4, 8 подъем. Вот такой подъем получается. Не, 1, 2, 8 голосуют в 4. 3, 4, 5 голосуют в 8. 6, 7, 9 голосуют в 2. Все вроде правильно, да? Мне речь просто 9 сейчас, в принципе, понравилась, и аргументация нормальная, что, ну, 2, 9 не вместе, а он начал его пушить. Так, я прошу прощения, у нас просто перед попилом шестой игрок. Нам нужно убедиться, что вы здесь. Угновитесь, пожалуйста, и надо будет нам между играми ваш интернет попробовать как-то подчинить. Так, все, мы вас видим. Отпускаю паузу через 3, 2, 1. Попил еще раз, да? 1, 2, 8, 4. Там вроде было озвучено. Важно было сказать, что 4, 6, 7 красный, именно что 7 красный. Ну, Алекс. Такой халявный цвет правильный красный не назвать. Можно и получить леща за это потом. Ну, ладно, пилюсь и пилюсь. Ты у меня перед ночью спросила, кого проверить. Я думал, что ты красный, я думал, что я вообще шериф, но ладно. Пилюсь и пилюсь. Для меня, на самом деле, ну, очевидно, чернее 8 на данный момент. Хорошо, хоть меня сломать не могут. Почему? Ну, блин, я не знаю, он сейчас переобувается, и речь потерянная. Может быть, просто волнительно на турнире и так далее, и тому подобное. Но чернее 8 реально, чем 2. Если сравнивать игроков 2 и 8. Потому что о 8 речь, мне кажется, прям, ну, печально. Да, смотрите, ребят, я спокойно, типа, встану за стола, потому что я в этом не разобрался. Ну, у меня, типа, я, по-прежнему, типа, считаю игроков, типа, ну, типа, 4 и 7. У меня дальше красных цветов нет. Поэтому, можно сказать, я просто бесполезен за этим столом. Вот и все. Вот, не знаю, что сказать, честно, больше. У меня просто 10-й, типа, был красный. Типа, мне команда нравилась, типа, 2-3-6, потом на этот круг, типа, 4-й, типа, сомневался. Думал, он составляет зазор игры там какой-то. Ну, хрен вот. Ну, вообще такое, 4-й у него точно красный, 2-3-6, это его красная команда на нулевой круг, а сейчас он с ними встает. Это один черный, это игрок номер 8. Мне кажется, 4-й больше красный игрок. Вот, я не понимаю, почему я должен быть по пике. Сходя с того, что вы сказали, что у меня в 3-9 точно черный, это должен быть. Все сказали при этом. Не знаю, мне кажется, 3-й больше красный, потому что он обращается к 7, показывает 2-4-8, что-то странно попил. Вот, поэтому у меня в 3-9 третий краснее. Вот, не знаю, первого, так, и девятый, и седьмой игрок называют точно красным, не знаю, это что. Примерно, где я сказал, 1-4 красный, попился четвертый. Я встану просто. Че, встают реально? Слома нет? Давненько я не видел перед 9-ых... Опа! Опа! Стреляется 7, спасибо. 8 сломал в себя. Так это... Это значит, что 2-й тоже черный, потому что 8-й в 4-го сломать не мог. Получается... В кого должен был голосовать 8-й изначально? В 4-го, да? А, он в 4-го сломать не мог. Значит, мог сломать либо во 2-го, либо в себя. Значит, 2-го надо сейчас убрать. Либо попытка очернить 2-го, конечно, жесткая, да. Ну, зачем можно было просто сломать в 4-ю? Сломал только 8-й. Фигню показала, сломал только 8-й. Смотрите, попил 1, 2, 8, голосуют в 4. 8 может сломать в 2. Правильно? Ну, как бы, а 8 почему-то ставит руку в себя. А кто третий? Я не знаю, ребята. Это вы сидите. Я бы не играла в этой игре против игрока номер 5. Мне кажется, она очень красная. 8 сыграл... Подождите, 8 сыграл в 0, 2, 3, 6. Потом сказал, что поднимал кого-то между 5, 6, между 1, 2. Блин, тяжело расценивать действие 8. Да подожди, подожди, подождите. Да кого же оставить? Саньку, что ли, тыкнуть? Три, может быть, и три. Ладно, хорошо, говорили. Так долго говорила. Для меня красный 5, красный 9. Мне понравилось лишь 9. Да и, в принципе, он заджукал этого второго. И он тоже кривился, когда все говорили, какие-то непонятные попилы. Для меня в моей голове попил 2, 8 и точно кто-то еще. Блин, мне иногда задаются вопросы. Я думаю, она слышит. Я какие-то вещи делал, застал. Для черных это некрасиво, да? Зачем я их делаю, если ты все равно не понимаешь мой цвет? Мне просто тупо интересно. Ладно, все, промолчу. Выставляю 2. Я не понял, как оказался в попиле 4. Второй сказал, что красный 4. 4 выставил 8. 8 сказал, что красный 4. Почему в попиле 4? Я просто понять не могу. 8 строил среди его речи. Он сказал, что есть черный в 3, 9, есть черный в 5, 6, есть черный в 1, 2. После этого он сказал, есть замазанный черный в 1, 2. Можно поделить 1, 2. В натуре как после этой речи можно засунуть 4 в попил. Это нужно просто делить 1, 2, 8. И потом разыгрывать 3, 9. Если черный есть между 5, 6, значит мы проиграли. Я просто в натуре не понимаю, как можно. Я был бы проверенным красным, аж на твоем месте, я бы делил точно 1, 2, 8. И потом 9 всеми руками отсюда снял бы. Так, а 9 за что? Ну реально, у меня, во-первых, у вас, я знаю там свои какие-то атмосферы. Я с вами именно господин РФ играю первый раз. Но там ваши какие-то игры с господином Воску я видел. И да, там по-разному, в общем-то, случается. Просто мне не за что подозревать. Футболку показал. Он по моей версии сыграл со всеми красными. С красным мной, с красным первым и с проверенной красной 7. Реально, для меня в паре 3, 9, покраснее, очевидно, 9. Я думаю, первый красный, да. Но он может еще поговорить сейчас и кто черный. Так вы же сами говорите, что черный 2 на данный момент. Потому что он 8 может сломать в 2, он не ломает в 2. Правильно? Правильно. И вы говорите, что есть черный в 3, 9. Где для меня чернее вы, нежели 9. Кстати, я не вставлял 8, я выставил вас на прошлый круг, если что. Поэтому, если вы так уверены в цвете 9, черный, мы выгоним 2, потом разыграем 3, 9. Так, смотрите, я уже рассматриваю... Ну, мне реально не нравится речь этого игрока, уже второй круг. Я выставила в прошлый раз, потому что мне просто не нравились мысли. Смотрите, игрок на 4, так не получится, боюсь, потому что есть 7 игрок, который мне оставила корону. И не... Так... Столом, поэтому, к сожалению, если я черный, то вы проиграли уже. Вот, сейчас идет второй игрок. Для меня потом есть... У меня есть мысли, что может быть такое, что... Я не рассматриваю, что 2-4-8, там 2 красных игрока. То есть 2-4-8, для меня 2 черных игрока. Может быть такое, что 8-й сломал в себя, чтобы мы потом сняли 2 красного, и чтобы 4 черный ехал. Это может быть, я подумаю об этом. Вот, мне кажется, красный 6... Да, вообще, у меня все 1-6-9, там же, наверное, сидит какой-то черный, но мне кажется, они все красными по отдельности, поэтому я в данный момент играю против 2-3-4. Маш, ну плохо, ну чего? Ну если 2-4, если там не 2, если 2 красный, он просто сломает в 2 и уйдет красный, он снимет его право на ошибку. Это глупости ты какие-то говоришь. Но мне просто кажется, что мафы 2-3-8. Мне кажется, что я была облизана за игру с двумя черными игроками, когда я сыграла игроками 1-2-3, а он сыграл после моей речи, мне не кажется, что со всеми этими техническими... Это фантастически хорошая речь. Он сказал, что я очень красная, поэтому для меня уход 2 однозначно, потому что 2-8 вместе, мне кажется, игроки черные. Если второй игрок красный, он обязательно сломает в 2 и лишит нас право на ошибку, это точно. А я номер 3 показывал, может оставим, я думаю, 4-8 красная перед тем, как было голосование финальное. Поэтому это глупости. Мне кажется, что потом уходит игрок номер 3, а потом третий нам оставляет... Но я видела другое. Возможно, у меня помимо звуковых лаг... Игрок номер 6, обновите, пожалуйста, веб-камеру, у вас не видно, только слышно было сейчас. Так, сейчас видим, слышим. Отпускаю паузу через 3, 2, 1. Уберите мне, пожалуйста, технический фолло, это бренд одежды, мне даже на фейманских турнирах не разрешают не играть. Я спрашивал, интересовался этим вопросом. Ну ладно, не уберете, так не уберете. Не буду больше зарабатывать хинических фоллоу. Да, самое подозрительное 2, потому что действительно 8 мог сломать 2, плюс речи 2 были плохие на прижене всей игры. Следующий по подозрительности игрок номер 3, по прошлым аргументам, которые я сказал. Вот про 8-го я на прошлый круг даже не говорил, но было очевидно, почему он в блок сказал. Именно мне хотелось инфицировать внимание на плохих чех игроков номер 2 и 3. Так, дальше. Когда мы выгоним игроков номер 2 и 3, я не играю, не буду играть против игрока на 5-7. Остал опять точно красным. Я сказал, опять красный. Мне кажется, что 5-й черный плюс ее играл в 2-3-4. Хорошо, среди игроков 1-4-6. Для меня наиболее подозрительный игрок номер 4. Ну, последовательность такая. Самая красная 5, потом 1, потом 6, потом 4. Если на 2-3 игра не закончится. А мне кажется, что должно закончиться, потому что, ну, я не знаю, как может быть, что они красные. То есть, кто-то из 2-3-8. Потому что у 8 не сломал 2, а 3 на прошлый круг рассмотрел черную команду 2-6-9. Когда я сыграл с игроками номер 1-4-7, сказал, что у 7 великолепная речь, а проголосовал за подъем 1-2, а 2 выставил меня на прошлый круг. Как можно было рассмотреть, что 2-9 вместе черный? Мне кажется, это странно. Смотрите, я по-прежнему пока что поиграю в своих цветах. Думаю, игроки 4-7-9 красный, 7 проверенный красный на четвертый. Я сейчас не так сильно подозреваю. Думаю, 6-я будет покраснее из оставшихся 4-х игроков. Сейчас мы снимем с вами второго игрока. Почему 5-ю дали красным? Я вообще не понимаю. Вот почему 5-ю дали красным? Ну, просто она сказала, я этого не могу понять. Может быть, мне кто-то объяснит. Я как бы в честь 10-го игрока. У нас он любит паранойт. Я вот очень люблю паранойт. Смотрите. А почему они просто не встали, если мы считаем, что 2-2-8-2, они не встали, где, допустим, 8-го, ладно, все считают мафом, а 2-го, типа, не так сильно все считают мафом. Почему он не уходит и не ставит противовес, скажет, ну, вот меня заголосовал там, он встал игрока номер 9, что-то еще, что-то еще. Просто подумать, наверное, именно над этим. Нет, просто я не всегда понимаю, почему в Папире, если вы считаете, в Папире было, типа, от двух черных игроков, правильно? Где 4-4-4 красный, значит, для меня 2 черных игра. Почему они просто не встали? Ведь сейчас происходит то же самое по факту. Мы также выгоняем второго игрока, который весь стол считает только черного, а так бы он был красным, который не сломал, и они просто все бы ушли. Ну, сейчас по второму, а дальше разберемся. Не знаю, почему 8-й сломал себя, как бы это уже не было проблемно. Я сказал, на Папире между 8 и 9 черный игрок должен быть. 8-й черный, возможно, 9-й игрок вместе с ним черный игрок. Вот. Не знаю, мне кажется, 3-й красный, и пара 3-9. 8-й можно только просто подниматься, понимал, что поднимутся 2-4-8, и дальше уже будет, ну, как бы, зазоров не будет куда играть. Вот. По поводу того, что 4-й может быть с 8-м, он специально сломал себя, чтобы сняли 2-2, не знаю, этот... Аргументы от игрока мне не понравился. Мне, короче, сейчас кажется, красный третий, красный четвертый игрок. Девятый, я думаю, черный. Все. Очень плохая речь. Что-то про аргументы про 8-го, про какие-то зазоры. Не, второй не красный вообще. Второй вообще не красный. Его уже снимают, мне надо просто путать город сейчас. Да нет. Ему сейчас можно было больше сделать, мне кажется. Да, не знаю. У меня ничего не поменялось. Я с нуля думал, что 9-й черный, который сыграл. У меня вот этот момент, то, что сказал, я подумал, что второй красный. Секунду. Можно, пожалуйста, здесь у нас говорит? Что, 2-3-8 что ли реально на первой игре? Ну, аргументы рефа про то, что он показывает отстрел на шестого, это не совсем как-то релевантно, потому что, по идее, по логике стола, два черных уже ушло. Но все может быть. Док считает, что третий красный не трогать. Тут сложно было. Тут было сложно, потому что космос... Если черная команда 2-3-8, то 8 реально не мог ни в кого сломать. Единственное, что мог сделать 8, это встать. И... Так, ну я бы обязательно сняла 3, потому что мне кажется, что все, что он показывает, он показывает, что между 6 и 9, один черный. Господин РФ, ну мы, конечно, не видим в ваших кубках, но мы же все про вас знаем, так не может быть, правильно. Поэтому я сняла бы сейчас третьего игрока, обязательно оставалась бы, голосовала бы только в... И остался для меня красный 1. Вот. Для седьмого игрока был не черный 4, и если бы 4 был черный, мне кажется, меня бы в десна так не заиграл игрок номер 8. Поэтому, мне кажется, красный 4. Сам себе искать баланс, не уверена в красноте пятого игрока, откровенно. Ну, то есть нет такого, что у меня прям пятая, самая красная. Вот. Просто у меня игроки 5-9, это как бы ответственность игрока номер 3. То есть он будет уходить, я красный, поэтому, наверное, баланс я бы слушала. Мне кажется, что 1-4 прям красный, уверена. И девятый вроде как не черный. Мишутка, я тебе говорил, время пройдет. Я говорил тебе, я тебе показывал, что произойдет. Ладно, пока что выстреляю 3. Мне абсолютно непонятно, что вы делаете, господа на 3-9. Говорю откровенно, то, что вы показываете там какие-то отстрелы, ну это ж, блин, ну вы, вот один магистр, второй гроссмейстер там неоднократный. Вы же понимаете, что 2, скорее всего, черный, правильно? Ну, скорее всего. Но вряд ли там 8 сломал в себя, когда он мог сломать в красного 2. Соответственно, по любой версии игры 1 маф за столом. Вы для кого эти отстрелы показываете? Если вы один тот самый маф, вы можете показать отстрел куда угодно и стрелять куда угодно. Ну правильно ведь? Или я что-то неправильно говорю? Ну, мне кажется, правильно. Ну, у нас есть время на баланс какой-то 3-9. Я сказал, что красный первый, я по-прежнему так считаю все круги на самом деле. Послушаю 5, сейчас что на этот круг скажет и так далее и тому подобное. Пока что склоним голосовать с 1 куда-то. Наверное, больше в 3, если 3 сейчас не скажет какой-то красный. Меня смущает только в первом игроке, что седьмая его не оставила точно красным. Ну, и мне лично казалось. Когда там первая вымаливала седьмой, чтобы она оставила его красным, я показала, что я буду его крышевать, скорее всего, потому что мне, в принципе, нравилась его речь на Папиле, при девятерых, все было норм. Так, ну, хорошо, все, да, я отстала от 4, я поняла, вы красный игрок, не переживайте, я вас не трогаю, игрок на 4. Ладно, нет, глупая на самом деле. После прощальной речи 2, мне кажется, он поговорил настолько плохо, что я вообще не хочу думать, что он может быть красным, поэтому все, для меня черный 2. Если у нее третья игра продолжится, тогда мы будем уже слушать завещание третьего игрока больше. Второй игрок там говорил против 9, но баланс его так особо и не оставил. Вот, мне единственное, что первым смущает, это то, что он начал прошлую речь, что он играет 4-7-9, а я играю теперь уже с шестым игроком, с десятым игрок номер один, ну, странное начало просто речи. Да, меня тоже это смутило, было похоже на какую-то борюжную динамику, правда? Но мне кажется, что если бы он давал динамику, то это типа второе компу говорю, плюс сколько там, да. Ну, ладно, дело не в этом. Так, я считаю, что здесь человек оставляет жесткое завещание, абсолютно неуважительно и неправильно к нему не прислушиваться. Игрок номер 7 достаточно уверенно оставил красным игрока номер 5, я уважаю как игрока, я в этой игре против пятого игрока не сыграю, вот, у него были какие-то причины оставить пятую красную, я к этому прислушиваюсь. Игрок номер 4 всю игру называет уверенно красным игрока номер 1, поэтому после игрока номер 3 я сниму игрока номер 4, вот, теперь идем дальше, черную команду 2, 8, 9 рассматривать это невозможно, потому что я сказал, что великолепно речью 7 сыграл с тремя красными и пропил двух своих черных, 2,8 достаточно жестко, черная команда 2, 8, 9, это какой-то абсурд, поэтому даже если третий скажет, что нужно взять меня, вы это слушать не будете, потому что 2,8, 9 не существует в этой вселенной. Ой, да, 4,7, что я сказал, 4,7, 9 я сказал, я просто говорю, мои цвета на 0 были 4,7,9, я считал 6,9 покраснее, чем остальные, все, я поэтому это сказал, не считал, что проверка в седьмой игрока вообще нужна, мне кажется, Маша достаточно хорошую речь дала на фоне всех остальных, я по-прежнему думаю, что 4,9 красный, я не очень понимаю, почему Маша завещала пятую красным, я этого понять просто не могу, ну в нуле зачем-то отыграть, сказать, что у четвертого команда не прям суперкомфортно, что я хорошую аргументацию провел, потом вроде 5,6 помирились, я этого не очень понимаю, а аргументация под стелл, ребят, но это не аргументация, вы только что все сказали, что ушло 2,2, двойка мафов, и я начинаю типа, ну с динамики, какая разница, просто я хотел показать, что типа в позиции в нуле у меня было более-менее адекватно, я все-таки считаю, что есть за что считать меня красным, здесь, 6, он его потянул только в нуле, сыграл 2,3, а потом от него достаточно быстро отказался, восьмом все сняли, 2,3, да блин, а мне знаешь, что интересно, Габлок, ты сказал, что между 3,9, я чернее, ты слышал речь игрока номер 9 сейчас? Он сказал, он с ними 3, потом 4, никто в баланс не будет слушать, знаете, ребят, ну это в натуре, знаете, на что похоже, на игру слеповые разговоры с глухонемым, я сказал, когда седьмая делила стол 2,4,8, я сказал, сохранить 4, сломая стол 8, черный 8, по-моему, когда она на ноль спросила у меня, как ты думаешь, кто черный, я показал, есть черный в 1,2, черный 8, и черный между 9,10, если красный 6, если я играю в 6, то я не буду уже стрелять в 6, если я один черный, я уже играю в 6, я просто убью любого 1, который мне мешает, и буду четвертого покупать в 6,9, два круга подряд, вот так я играю черным, понятно, все, если вы снимете меня, я стану в баланс 9, за тех, кто меня проголосует, мне за вас обидно, если вы не поняли, что я красный, я сохранил 4, сказал, что красный 5, когда он два круга, называл меня черным, спасибо, так, 3,4 голосует в 9, получается, да, сейчас, а может быть вариант 1,8,9, например, блин, для кого речь, говорю, вот не шутка, вообще, она была направлена на тебя, смотри, вот сидит первый, он говорит два круга, что красный 4,9, значит, он подозревает тебя, ты не можешь с ним голосовать, как ты там понять не можешь, смотрите, черные ушли 2,8, я ушел красным, правильно получается, я в балансе с 9, даже если он красный, я, кстати, я не рассматриваю, что он красный, понятно, все, черный 8 сыграл в команде 2,3,6, правильно, девятый после этого что сказал, ну, игрок номер 8, мы немножко разошлись позиционно, я игра 1,4,7, все, понятно, поэтому ушел 9, красный 4,5, между 1,10, черный, между 1,9, черный 9, проголосуйте в 9, спасибо, ну, вообще, смотрите, РФ тоже не сильно по красному ушел, потому что Лоску на самом деле, когда говорил про то, что мы с вами не сильно разошлись, это была ирония, он сказал, что мы разошлись на 6 игроков с вами, поэтому Лоску довольно жестко фокусника атаканул на самом деле на нулевке, вот, но у Каспера была уходящая речь такая, что, конечно, поверить в то, что он красный, можно только потому, что это Каспер, док, док говорит, что поставил хату, что ты точно красный, сейчас будет угадайка, ребят, первая игра и сразу угадайка, это интересно, у нас, кстати, сегодня 21 очко челленджа выполнено, потому что 1200 человек на стриме есть, вот, пятая убит, так, не, я не считаю 9 красный, да, я не считаю 9 красный, первая игра имею право, такой лучший ход и стайл, я думаю, что черный скорее до 8-9, для меня красный 4, во-первых, у меня все убеждали, что он красный, во-вторых, мне кажется, что нет черной команды 3-4, 4 бы просто трусливо проголосовал бы, спокойненько с нами, третьего игрока, и не стал бы показывать эту позицию, если бы он был черным игроком, а так он сделал что-то, мне кажется, что красный 4, мне казалось, что красный первый игрок, по многим моментам, во-первых, ну, я не знаю, нет, он, наверное, бы догадался меня убить, конечно же, но, мне кажется, первый красный, но седьмая не особо подозревала один, я первый раз играю с первым игроком, поэтому урок номер 4 вам решать, я бы по совокупности всего сняла бы 9, мне кажется, что черный скорее 2-8-9. Не будет решать игрок номер 4, потому что игрок номер 4 и всю дорогу называет первого игрока уверенно красным, я не сыграю через голову четвертого игрока в игрока номер один, несмотря на то, что он там что-то сейчас показывает, говорит, я буду играть против 4, так, смотрите, ребята, сыграть в меня, это не уважать завещание игроков номер 6 и 7, которые сказали, что я красный, 7 оставило меня наиболее уверенным красным, и посчитать, что я сыграл против двойки своих черных, 2, 3, 8, со всеми, блин, красными игроками, и пропесочил их по полной, и 2, и 3, и 8, подъем игроков номер 1 и 2, я же МАФ, смысл мне голосовать за подъем своего МАФа в голосовании, блин, и после этого сказал, что буду снимать четвертого игрока, а не первого, потому что четвертый всю дорогу называют первого игрока красным, это бред, поставить меня, это абсолютное непонимание игры, это мы начинаем играть игроку, которая называется, я не умею играть в мафию, я голосую в лоску, потому что я не умею играть в мафию, составляю 4, мне плевать, кто красный среди игроков, 2 и 3, черные, я думаю, потому что черные 4, потому что называют красным один, все. Ставка, когда сгорит лоску, получается в первой игре, ну, аргументация по подъему 1-2, мне не кажется, там типа руки вообще не собирались, никто не думал, что 1-2 там, типа черт, мафа ставлю, просрать те баллы или что? Я не знаю, аргументация по баллам есть лучше, типа аргументация сейчас, я начинаю думать, просто 4-й в 0, я сыграл на объединение, взял 1-2-3, сказал, все там более-менее красные, сейчас никого не подозреваю, не так? Он сказал, что первый красный, а 2-3 есть маф, но пока можно... 1-3 не красный, а я думал, ты сыграл на объединение 1-2-3. Ну, просто смотрите, у меня оба были красные цвета, потому что 9-й сильно пропесочил 8-го, а 4-й мне показался просто по нулю, достаточно красным за аргументацию. Короче, я думаю, 4-й красный. Я не думаю, что 3-й уходил, ну, типа черным, мне кажется, 2-й посыпался, он особенно ничего хорошего не говорил, стол для нас. Я еще послушаю аргументацию Габлака, но пока что я как бы больше склонен, ну, в 9 надо, мне кажется, поставить лоск, то извини, там, что-то фалишь. Седьмая сказала 9-й красный, да? Но я не очень понимал, почему седьмая 5-ю красный дала, 5-й теперь нет, она проверила. Седьмая сказала, что я красный, если что. Теперь смотри, я в ноль сыграл с тобой, я сказал, для меня именно красный первый, мне непонятно, почему 2-3 въезжают в 1, может быть, они не сильно черные сейчас, потому что с РФом я вообще первую партию в жизни не играю, но я сказал, что подозрительные игроки 2-3 за въезд в 1 именно, в моего красного 1. Потом, после того, как застрелился 10, я что сказал? Я сказал, для меня есть черный 3-9, потому что вроде как тут люди сильные играют и вроде как в этой игре что-то понимают. И закончил я свою речь тем, что для меня не красный 8, я не стал даже разбираться в 2-5-6. Достоверно известно, что 8-й игрок сломал, попил всегда, он точно черный. Я сказал, для меня не красный 8. После этого Космос попилило 2-4-8, где 8 сломал в себя. Я сыграл с красным тобой, с красной 7, и сказал 8 за свою команду, не красный. Адлер оставила меня красным. Если первый черный, то конечно... что ее обвязали за то, что она сыграла с кем-то... Первый не выставлен, но угадайки. Первый черный! Первый черный не был выставлен на угадайчке! Первый черный! Ну, черный-черный. Женя, типа, если ты так будешь гореть, не будет дальше никакого коннекта, ничего хорошего. А кто черный еще? 1-2-8. 1-2-8, да. Ну, типа, Женя, ты же понимаешь, что мне сложно... Да нет, да при чем тут... Смотри, я... Черный игрок не выставлен на угадайки, кстати, ребят. 26 очков в PlayMafia Challenge. Успокойся, можно я поговорю уходящую речь, нам еще 5 игр сейчас играть. Я не могу, когда сидит один магистр, другой гроссмейстер, один говорит, 90% я уверен, что девятый черный, а второй говорит, третий точно маф и приводит аргументы. Я не могу даже считать игру от того, что нет черного в 3-9. Ты это можешь понять или нет? Если вы так будете продолжать играть, мне сложно перестроиться и даже начать вслушиваться в речи один, потому что у меня все черные уже найдены. Восьмой может сломать в 2, он не ломает восьмой черный. Второй черный. Рассматривать, что в 3-9 нет черного, тяжело. По вашим речам, в первую очередь, вы самые авторитетные игроки. You'll be the woman. Илюша! Чисто Илюха в конце это... Ребята, у нас новые баллы, обратите внимание. Таким образом, черная команда 1, 2, 8. MVP мы оставляем точно так же. Шериф 10. Там что там у него в лучший ход было? 0,15 за лучший ход, да? Проверка... Ну, проверка 7 была, конечно, сложной. Вот. Хотя, опять-таки, она позволила запилить, да? Черная команда 1, 2, 8. VLS не был выставлен на угадайки. Чат получает 5 очков PlayMafia Challenge, ребята. Поздравляем черную команду с победой. И снова у нас день черных побед понемножку начинает, так сказать, становиться на рельсы. Вот. Я всех игроков побыстрее приглашаю в лобби. Ребятушки, заходите, пожалуйста. Игра уже создана прямо сейчас. Вот. Да. И у нас при 25, по-моему, очках PlayMafia Challenge 10 подарочных сапок в чат должно улететь. Вот. РФ, кстати, хотел пилить 1, 2, 8, понимаешь? Ребят, понимаю. Могу я тебя вписать в MVP? Док, ну, тебя всегда можно. Док, ты видел, кстати, я сегодня тизерил арт? Нет? Напиши мне, пожалуйста, в чате, ты видел или не видел? Я тебя покажу. Там ты уже на... Все, что мы показали в тизере, это именно тебя. Вот. Сюда сапки? Да, сейчас будет. Сейчас будет. Мы разыгрывали сапки за 15 очков. Там за 15 есть и за 25. Вот. Больше не будет. 10. Док, давай я тебя покажу. Сейчас я тебя покажу. Смотри. Вот так. Это пока тизер открытки, если что. Вот так будет выглядеть открытка с PlayMafia Invitational, ребят, специальная для победителей конкурса нулевка. Вот. Пока только тебя, Док, нарисовали до конца. Остальные ребята пока что у нас в черновике карандашом нарисованы. Так что вот. Готовьтесь. Готовьтесь. Готовьтесь, участвуйте в нулевке, ребят. Я пока пойду посмотрю, что там у нас в нулевке. Опа, сюда. Это 5 пока что. Для Сенч Пенча, Посса, Дотамасы, Сергея Юрьевича и Аня Ярла Тотепа. И сейчас еще прилетит. Черный Хармоник, спасибо большое за 100. Космос не оставила Илюша Красного, элементарно Ватсон. Да. Есть такой аргумент, есть такой аргумент. А что ты там Крис Сергухину отвечал по поводу чего? Так, я думаю, все уже потратили за сегодня баллы. Ну, типа... Хорошо, да. Кто четвертый на открытке? Бэмби, твой батя, док. И я по центру, Гермит. Хермит, Гермит. Вот. Я же по центру с котами там буду, если что. Так. Илью все недооценивают. Ну, Илюха набрал баллы вообще отлично, если что. Ёш, кстати говоря, у нас много людей по 8 очков. Гарком, Владибан, Блэкаут, Ладивава, Л5428, Esquire, тот самый Иёш получили по 8 очков. Я там где-то вообще, по-моему, в жопе. И вот еще одна жопа пришла. Уснул, да? Все, ждем всех в лобби и стартуем. Еще одного котика. Дайте поспать Оскару, он тут ни при чем, да? Мистер Монтег накопил 100к, пора тратить. Давай, давай, давай. Так выглядит балдеж. Так, надо сейчас дождаться. Кого-то в лобби нет? Кого у нас нет? Мишутки нет? Мишутка есть. Так, перепроверяю тогда лобби. Так, Мишутка есть. Лоску вижу. Фокусника вижу. Адлер вижу. РФа вижу. ВЛСа вижу. Твой батя вижу. Космос вижу. Габлака вижу. Каспер. Каспер, мы тебя ждем. Ты где? Напиши мне, пожалуйста, если что-то там у тебя. Сейчас. А, все, все тут. Все, ready, жмем. И стартуем вторую игру на сегодня. Какие у вас покладистые коты? Мои бы меня за такое глаза царапали. Можем сейчас об этом поговорить, пока будет договорка. Договорка. Просто. Что, говоришь? Просто статика на 10. Пипец там полиполка. Говорю, система рейтинга отличная. Ставил за подъем 1-2, сыграл против 2-3-8. Из-за того, что я не умер и не оставил эти же 2-3-8, умер всех баллов. Жень, так я вроде слышал, ты участвовал в создании новой системы баллов, нет? Нет, я не участвовал. Я говорю, что она безнадежная. Эта система рейтинга. Ее нужно убирать и переходить к объективному оцениванию от ведущего. Ну, да, может быть. Но, видишь, хотят же автоматизировать, поэтому как-то пытаются там подкорректировать и подровнять. Что-то. Блин, Женя, только что посовещался с ведущим и главным судьей этой игры. Он бы дал примерно столько же, если что, баллов. Вот, шутка, конечно, ребят. Поздравляю черную команду с победой в первой игре. Вот, желаю всем приятной, хорошей игры второй. Предлагаю чуть успокоиться, чуть меньше гореть. Все будет хорошо. Вот. Вон он там, болельщик на втором слоте какой, смотрите, за нами наблюдает, за всеми, ребята. Давайте, всем приятной, хорошей игры. Победу сильнейшей команде. Хотим гореть. Мы хотим гореть.